Здорово, жаробасы! Сказал бы я, после двух месяцев, двух с половиной месяцев мытарств и ограничений в питании, не будьте таким толерантным. Поэтому скажу просто. Я рад приветствовать вас на своем канале. Это очередная трансформация тела. И мы начинаем. Та-дам! Именно так выглядит мой торжественный крик. Потому что результат наконец-то достигнут. И я даже больше рад тому, что закончилась вся эта эпопея. Потому что вымотала меня, признаюсь честно, вымотала меня вся эта трансформация. Два с половиной месяца прошло. Результат достигнут на весах. А сейчас в данный момент у меня 84-90 килограмма. То есть суммарно за два с половиной месяца ушло 10 килограмм в 100 грамм. То есть за 10 недель 10 килограмм. По-моему, это офигенный результат. То есть это по килограмму в неделю. Что очень даже неплохо. Конечно, можно и больше скидывать гораздо. Но это уже, так сказать, со вредом. Со вредом. Со вредом, не знаю, правильно. Не без вреда для организма. Вот так вот скажем. Ну и к тому же, там всякие растяжки кожи останутся и прочее. Если вы сразу моментом будете скидывать большое количество килограмм. Поэтому вот 10 килограмм за 10 недель. Поставленный результат достигнут. Я думаю, это очень-очень даже хорошо. Ну, решил я, конечно, себя порадовать. У меня вот шоколадка в руках. Я думаю, что я заслужил за 20,5 месяца таких вот ограничений во всем. Поэтому я сегодня буду лопать вот это дело. И заодно рассуждать на тему того, что же было, что можно было поменять, что будет дальше. Ну, в общем, много всего такого. О чем-то хотелось бы поговорить. Но гласно концентрированные сроки какими-то. Значит, так. Сейчас я заготовлю, чтобы потом не отвлекаться. Блин, как же я шоколадку бил, если даже не представляете. Я раньше камячил планетку биток в день. Был такой период. И нифига мне не было. То есть, от организма зависит. Потому что любой другой, на то что он в диабете работал. Такую любовью к сладкому, как у меня. Вот. А мне нифига. Ну, я буду зависеть от организма. У меня вот так. Что? Глазняшка-то. Торжественная. Плитка шоколада. Сказка просто. Это уже какой-то макбэнк получается. Разговорный шоу под еду. Ешь, разговариваешь. Значит, в чем это я? Туда немножко отвлекся. Мозг сразу поплыл. После того, как почувствовал вкус шоколада. Но, тем не менее. Значит, ну, результат вы поняли. 10 килограмм ушло. Поэтому. С позиции победителя, так скажем. Есть над чем порассуждать. В общем. Какие плюсы? Ну, конечно же. Самочувствие стало намного лучше. Причем, ну, знаете, тут так. Оно, конечно, стало лучше. То есть я физически себя намного лучше ощущаю. Но психологически вот под конец уже было очень тяжело. Просто все задолбало. Все бесило. Не было желания что-то делать. Поэтому, ну, сказывается, вот эта штука. Питание. Надейте. Поэтому я считаю, что. Что можно было поменять. Сейчас вот с позиции сегодняшнего дня. Чтобы я поменял. Значит, во-первых, я бы все это дело разделил. Ну, хотя бы таким образом, например, месяц. Диета. Неделя. Пищевой запой, так сказать. То есть неделю ты питаешься как хочешь, отдыхаешь. Потом опять. Месяц. То есть, ну, там через каждый месяц, грубо говоря. Ну, или, допустим, там две недели. Не знаю. По самочувствию, так сказать. Делать прерывы. Чтобы организм отдыхал. Потому что, когда вот длительно. Это тяжело. Как наука диета. Оно не сказывается. Но вот больше двух месяцев. Все начинается психологически. Именно вот эта вот. Усталость. Поэтому, да. Конечно, сейчас я бы делал с перерывами. И я, в принципе, такой перерыв планирую делать. Тем более, сейчас вот новогодние праздники. Будет перерывчик. Это я к тому, что эта информация продолжится. Просто немножко в видоизменном виде. Об этом чуть попозже. Блин, какой вкусный шоколад, зараза. Жалко, камера не передает ощущения от еды. Вкусы, запахи и прочее. Значит, второй момент, который я поменял бы в своей трансформации, это не стал бы смешивать цели. Потому что, если вы смотрели, следили за этой информацией, вы помните, что я отказался от животной пищи, то есть от мяса. Ну, от мяса, в принципе, изначально, может быть, отказался. Я на рыбе сетела. Отказался от рыбы, самое главное. Отказался от рыбы. Вот это было щупкой, наверное. Не смешивайте цели. То есть, если вы поставили цель, допустим, сбросить вес, проработали концепцию, не отказывайтесь от нее. Не надо ее сбивать другими целями. Потому что, вот я как только от рыбы отказался, конечно, мне тут как раз вот и жрать бы бы захотелось. И самочувствие немножко упало. Как-то вот не нашел я полноценную замену по белку. Вот. И, ну, как-то все стало совсем печально. Поэтому, в принципе, я ничего не вижу в плохом в том, чтобы на вегетарианском меню сбрасывать вес, но тогда нужно как-то вот изначально входить как-то в это вот, знаете. То есть, если вы вегетарианцы не были, решили вдруг вегетарианить. И заодно запросить вес. Но как-то вот так постепенно, постепенно входить в это дело. И, ну, в общем, сначала, допустим, одну цель реализовали, перешли на вегетарианское питание, а потом уже забрасывание веса. Потому что вот так сразу меняется задуманный план питания. и все как-то вот так-то вылетит хорошо. Ну, я не сорвался, но мог, мог, конечно. Были такие моменты. Поэтому никогда не смешивайте цели. Есть главная цель. Не добавляйте какие-то там дополнительные, не изменяйте. Строго вот цель, методы. И этих методов и целей придерживаемся. Ну, что еще сказать. Значит, второй у меня был положительный момент после, как сказать, основного, так сказать, да, то есть забрасывания 10 килограмм, наконец-то, достигнутых. Второй положительный момент, неожиданно для меня, это рекорд в плавании. Я, наконец-то, пробыл 1550 метров, что для меня было прям удивительно. Я не ожидал такого. Ну, я понимаю, что это результат вот именно того, что и вес стал меньше, и кровообращение стало лучше. То есть там вот эти вот капилляры, да, она разрослась, так сказать, потому что ходил каждый день. Эти вот двухчасовые прогулки, они, конечно, тоже очень хорошо отражаются на сосудистой системе. Но больше всего нам все-таки сказалось, то, что вес стал меньше, поэтому, соответственно, и плавать стало легче, и быстрее. И, ну, неожиданно было для меня, поскольку я плаванием занимаюсь, ну, грубо говоря, два года. И как у меня вообще все это складывалось? Я изначально пришел заниматься плаванием вот на первое занятие, проходит 50 метров, потом полчаса стоял у бортика, не мог дышаться, просто реально вот, практически сдох. И на этом моя первая дровка закончилась. Вот, поэтому начинала с 50 метров, где-то через год я уже плавал 800 и, в принципе, не уставала, то есть просто время закачивалось и не успевала я быстрее проплыть. Хотя физически мог. Физически мог, то есть вдыхалка, там мышцы уже нормально работали. Спустя год, то есть 800 метров, начинает с 50. Такой шикарный прогресс. Ну и на второй год вот я уже стал сначала 1200 проплывать, потом 1300, 1350. Вот у меня 1350 был потолок, достаточно длительный, я никакого не мог побить. И побил только вот благодаря трансформации. 1350 было, стало 1550, буквально вот закидываться, там, два с половиной месяца. Это очень хороший прирост. Поэтому вот такие, имейте в виду, что бывают дополнительные бонусы, так скажем, от основной цели. Приятно, конечно, вот так вот. Очень приятно. Ну и третий положительный момент, это вот это вот, то, что я сейчас снимаю, это 100-е видео на канале. Когда, ну, год с небольшим назад я начал снимать и вложил первое видео в рецепт о том, как я готовлю картофель в мультиварке, картофель в деревенском мультиварке. Тогда я, конечно, не мог представить, что я вот так вот сотню видео сниму. Тем более, по сути, большая часть была снята вот за последние, там, 3-4 месяца. Для этого я так выкладывал один видос в несколько месяцев. Ну, не особо заморачивался. Но в поездке вот эти вот сейчас в Стамбул, потом в Прагу. Заставили меня поднапрячься, дали материал, который, собственно говоря, и можно было выкладывать, да, интересный был в плане вот натурных съемок. И в то же время стимул дал, потому что мне захотелось этот материал выложить. Собственно, благодаря этому все вот и началось. И вот эта вся трансформация она вот родилась, потому что появилось желание делать это видео. Поэтому путешествуйте, путешествуйте, совет путешествует, даже небольшие поездки, там, в Питер, допустим, или в Москву на один день, они вот как-то вдохновляют, заставляют, подвигают вот что-то делать. По крайней мере, у меня вот было именно так, и я всем очень-очень доволен. Так что вот так вот, что видео отснято, не мог я, конечно, себе представить, что столько видосов сниму, но, как видите, газета какой-то есть, но, тем не менее, есть над чем работать. видосов гораздо больше хотелось бы и над собой в плане вот того, что речь у меня как-то не очень мысли путаются, не умею вести себя перед камерой абсолютно. Но вот над этим, конечно, есть еще с чем работать. Ну, там не пахарное поле работает, а, конечно, еще плюс. Дай бог к тысячному видео что-то может быть улучшится в этом плане. Ну, а тем не менее, вот год для меня он закончился, ничего не закончился, несколько дней осталось, но к концу года подхожу вот с такими прекрасными, неожиданными для себя итогами, это и физическое улучшение здоровья, так скажем, да, то есть вес я прилично подзабросил, и результаты в плане плавания и, собственно говоря, вот результаты в плане видеоблогинга. 100 видусов это все-таки результат. Вот. Ну, и поскольку значит год заканчивается предстоит следующий, нужно поставить какие-то планы, какие-то задачи, обрисовать, что же дальше будет. Трансформация не закончится, скажем так, это завершился первый этап, только начало, как я вообще изначально планировал. Я планировал, ну, во-первых, проверить свои силы, то есть, что вообще из всего этого выйдет, ну, может, я сдался в этом через месяц, я буду говорить. Но, оказалось, что силы есть и желание что-то творить, поэтому этап хорошо решился. изначально я что планировал? я планировал три этапа. Первый, подзбросить прям совсем лишний вес, тут понятно, что у меня еще жир осталось немедленным, мне еще худеть-худеть, но по факту подзбросить основной вес, чтобы как-то почувствовать вот этот вот вкус победы. Первый этап, он реализован. Второй этап, я хочу просушиться прям вот до волокон, чтобы совсем жирок убрать, чтобы прям реально такое спортивное тело было. Это этап длительный, я думаю, где-то на год затянется. Ну, посмотрим, посмотрим, конечно. И третий этап, это подобрать мышечную массу, потому что я, ну, блин, я с качалкой был на ты с 8 класса, говорю, я там по третий курсу университета, в новом университете я вообще не вылезал, мне очень нравилось. Вот, и как будто хочется это вернуть, потому что я когда качаюсь, я чувствую себя живой. И поскольку я уже давно не качался, очень давно не качался, то ну, и самочувствие какое-то такое последнее, последние годы было не очень. Вот, сейчас хочется это вернуть, это чувство заняться любимым делом, так сказать. Поэтому третий этап это набор массы и, так сказать, повыступать где-то хотелось бы, вот прямо совсем на перспективу, перспективу. Но я надеюсь, что наступит тот день, когда я смогу выступить, где-то пускай даже на местечковых соревнованиях, таких, маленьких, региональных, может быть даже не в России. Вот. Выступить, попробовать твои силы вот именно соревновательные. так что вот так вот три этапа изначально планировать. Первый закончен, второй будет самый длительный, это сушка. Ну, знаю количество своего подкожного жира, то есть, у меня так и конечно ничего осталось. Я думаю, это действительно тянется надолго, поэтому трансформация, она немножко меняет формат, то есть, я думаю, что где-то раз в месяц я буду вкладывать результаты, что вообще происходит и что будет происходить, то есть, ставить какие-то цели. Раз в месяц я думаю, достаточно, тем более, что дальше-то уже живой будет ходить медленнее, тебе не вот этот первый этап, когда первую же неделю-две уходит, уходит килограммы, вот именно, что килограммы, теперь-то будет уходить по сотни грамм больше недели, не знаю, поэтому там нет смысла выкладывать каждую неделю. раз в месяц вполне достаточно с результатами. Ну, в общем, продолжится просто в другом формате, а все остальное время, то есть, трансформация так и будет уходить дважды в неделю, но просто я буду снимать видосы на тему того, что мне интересно, то есть, в данный момент это спортивное питание, вот такие вот информационные видео по спортивному питанию, по питанию в целом, вот, ну и я думаю, что когда потеплее это будет, явно не сейчас, а весной, летом, может быть, я хочу поснимать челленджи, там, с сжиманиями, с подтягиваниями, всякое такое, то есть, уже съемки в полевых условиях, посмотреть, как вот это будет на природе, так скажем, во дворе, в поле, что-то делать, действительно, что-то делать, а не просто вот это, диванная аналитика, когда сидишь, разговариваешь, но сейчас, к сожалению, так получается, то есть, у меня время есть снимать только на работе, не то ограничено по времени, поэтому пока что, вот до весны, я думаю, такой диванный вариант будет, диванный аналитик, порассуждаю, поделаю информационное видео питание и прочим, связанным с фитнесом, бодибилдингом, вот, также, раз неделю, в субботу, с седине, будет уходить трансформация уже вот в таком, собственно говоря, формате, ну и, конечно, как я уже говорил, сейчас бы я уже делал паузы, то есть, там месяц паузы, там месяц паузы, и вот сейчас, как раз, поскольку этап закончился, первый, хочу делать небольшую паузу, тем более, сейчас новогодние праздники, понятное дело, что хочется и отдохнуть и поесть, собственно, нормально, так сказать, встретить Новый год, Пождество, не в смысле себя ограничивать, как раз, вот на этот период, лучше сделать там две недельки такую разгрузку психологическую и в плане того, чтобы пашкать, так сказать. То есть, я отдохну сейчас пару недель и как раз есть еще у меня мысль поснимать кое-какие эксперименты в плане еды, не буду там раскрывать концепцию, когда выйдет, когда выйдет, увидите, как это будет, думаю, что будет интересно, я надеюсь, что это будет интересно, вот, поэтому сейчас как раз будет время, чтобы расслабиться в плане питания, поснимать что-то, связанное с питанием и затем продолжить, продолжить, собственно говоря, работу над собой, поэтому следующий видос, который выйдет за счет, он будет называться третий месяц, хотя формально, ну, чуть побольше будет, вот, то есть, это третий месяц будет завышено вот этих пауз, второй месяц, как вы поняли, уже был, он будет третий, где-то, как раз в конце, значит, января, вот, в таком, значит, духе, да, ну, и, немножко, хочу в других направлениях попробовать съемки, опять же, не хочу ничего скрывать, то есть, в январе, увидите, будет интересно, ну, ставьте лайк, мне будет интересно, значит, вернемся к тому, чтобы снимать побольше о фитнесе, вот, таким вот, образом сделаем, ну, в общем-то, я думаю, с мыслями все, тем более, шоколад уже заканчивается, ну, кстати, хорошо насыщаем, когда, долго гранишься, я стал, вот, раньше я вот этим точно не наелся, а сейчас шоколадка по той концу, я, в принципе, уже сыт, довольный, башка даже немножко начала соображать, глюкозка в крови появилась, но, все равно, что-то зараза не очень, туплю я перед камерой, да и, ну, конечно, сейчас вечер, это еще сказывается, уставший я зараза, ладно, сейчас не об этом, в общем, вот такие вот мысли, такие планы, и поскольку год подходит к концу, приближаются новогодние праздники, хочу вас поздравить с наступающим новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, успехов, и, ну, я думаю, главное, хочу позвать, чтобы вы ставили новые цели, потому что вот эти подарки, подъемки и прочее, это все вот приходящее, это все так, мелочь жизни, главное, мне кажется, вот работать на собой, не, как сказать, вот не терять вкус жизни, вот этот, понимаете, а для этого нужны цели жизненные, то есть, новый год, отличное время для того, чтобы остановиться, подумать над тем, что ты достиг, что ты хочешь достигнуть, и поставить какие-то новые цели на год, даже если они не сбудутся, то есть, ну, нифига себе, вы должны пути привыкать усилий, то ровно через год, на следующие новогодние праздники, вы сможете, так сказать, уже снова взглянуть на это по-другому, то есть, посмотреть, почему не получилось, возможно, что-то стоит поменять, в общем-то, вот время такое, когда, когда стоит задуматься над тем, а правильно ли вы все делаете, и как-то подтвердить немножко свой жизненный путь, вот, поэтому, я считаю, что человек без цели, это вот, ну, проживает впустую, просто жизнь, поэтому, ставьте перед собой цели, не обязательно очень высокие, потому что, когда вы ставите цели запредельные, не достигаете, это хуже, это подавляет, ну, ну, и совсем уж реальные какие-то мелкие, тоже как-то, они не радуют, знаешь, что достигнешь, не радуют, поэтому, цартикики тут такие, промежуточные, что ли, я не знаю, то есть, не сильно, так, не сильно залупайтесь, но в то же время, и планку опускать низко тоже не надо, поэтому, ставьте перед собой какие-то такие, средние, промежуточные, цели, ну, и, пытайтесь добиваться. Но стремиться к чему-то, мне кажется, это важно. В общем, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Увидимся в Новом Году с новыми видео, с новыми результатами, с новыми идеями и, собственно, с новыми моими целями, которые, я надеюсь, вам понравятся. По крайней мере, я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы вам было интересно заходить на канал снова и снова и что-то для себя узнавать, возможно, мотивироваться на что-то. С наступающим Новым Годом! Всем пока!